Александр Градский был известен не только музыкальным творчеством, но и громкими романами. Певец долго искал личное счастье и в итоге смог его обрести рядом с ровесницей своих детей Мариной Каташенко. Александр Борисович хвастался тем, что всегда пользовался популярностью у красивых женщин, не соответствуя при этом принятым стандартам о привлекательности. В молодости у композитора было много романов, но по-настоящему он влюбился только в девушку по имени Наталья. На тот момент Градский уже был известным музыкантом, играл в группе «Скоморохи» и сотрудничал с Андреем Кончаловским. Роман с Натальей продолжался несколько месяцев. Артист посвящал избраннице песни, но постепенно их чувства стали исчезать. Тогда Градский сделал предложение, надеясь спасти отношения. «Нам было мало лет. Поначалу были чудесные отношения, которые постепенно стали ухудшаться», – рассказывал артист. Позднее Наталья нашла утешение в объятиях лучшего друга Градского. Глеба Мая, бывшая супруга Александра Борисовича и его приятель до сих пор вместе. Сам же композитор после неудачных отношений ушел с головой в творчество. В 1976 году вышла песня «Как молоды мы были», которая до сих пор считается одним из главных хитов, исполненных Градским. Проникновенная композиция мгновенно сделала Александра Борисовича звездой. В этот же период поэт женился на легенде советского кино – Анастасии Вертинской. На тот момент актриса уже была невероятно популярна и считалась секс-символом. У нее за плечами был брак с Никитой Михалковым. Именно встреча с композитором помогла звезде отвлечься от проблем. Отношения влюбленных продолжались пару лет, после чего они решили пожениться. Александр Борисович быстро сблизился с сыном Вертинской от Михалкова, став для мальчика другом. Однако страсть в отношениях влюбленных быстро угасла. Уже в 1978 году они расстались. Официально развод оформили лишь спустя пару лет. Сама Вертинская об этом этапе своей жизни вспоминять не любит, считая, что поход за Градским был очевидной ошибкой. Возможно, Градский и вовсе не согласился бы оформить развод, но уже в конце 70-х в его жизни появилась другая женщина. Встреча с Ольгой Семеновной оказалась переломной, ведь именно третья супруга родила композитору долгожданных наследников. Ольга Фартышева была младше композитора на 11 лет, но тогда влюбленных это ничуть не смутило. Они поженились в 1980 году, а уже через год стали родителями. После появления на свет сына и дочери образ жизни Градского не претерпел больших изменений. Артист по-прежнему много гастролировал. В период третьего брака Александр Борисович часто признавался, что именно благодаря мудрости жены ему удавалось сохранять семью. Предыдущие два опыта с натяжкой можно назвать браками. Подчеркивал, музыкант. Супруга Градского не имела никакого отношения к миру искусства и всегда была непубличным человеком. Возможно, именно поэтому семейная жизнь композитора 20 лет оставалась скрытой от посторонних глаз. В начале 2000-х годов неожиданно выяснилось, что Александр Борисович расстался со своей женой. Отношения композитора и студентки в начале нулевых не обсуждал, только ленивый. Тогда поклонники были уверены, что Марина преследует меркантильный интерес и не любит Градского. Сам же музыкант опровергал данные домыслы. По словам артиста, на момент знакомства Каташенко даже не подозревала, что общается со звездой. Градский впервые увидел избранницу на улице. Он ехал со стройки и влюбился в нее с первого взгляда. Марина и Александр Борисович обменялись телефонами, после чего начали тайно встречаться. До знакомства с композитором Каташенко делала карьеру в модельном бизнесе, но под влиянием Градского решила поступить во ВГИК. Вместе с избранником она посещала светские мероприятия и путешествовала по всему миру. При этом Марине ежедневно приходилось выслушивать нелестные отзывы о себе. В 2014 году Марина родила композитору сына Александра, а в 2018 году у них появился еще один наследник Иван. Влюбленные не афишировали радостные события, поскольку узнали, что их личная жизнь вызывает слишком много негатива. Градский всегда поддерживал хорошее отношение с наследниками от третьего брака. Дочь композитора помолгала ему во время проекта «Голос», а сын даже попытал удач на слепых прослушиваниях.